Здравствуйте! Меня зовут Пельтихина Екатерина. Я педагог. Педагог самого прекрасного и невероятно трудолюбивого вида искусства – танца. Можно сказать, что я с самого детства в профессии и прошла этот путь с самого начала, когда маленькой девочкой пришла в хореографический коллектив и сразу почувствовала – я на своем месте. Затем счастливые годы университета, где танцкласс открывал для меня все новые двери этого мира. А сейчас я уже 6 лет работаю педагогом в большой танцевальной семье Grand Dance. И двери в мир танца я открываю своим ученикам. А сегодня приглашаю вас. В своей педагогической деятельности я делаю акцент на качественную, проработанную базу – основу, на которую в дальнейшем мои ученики будут опираться. Моя задача – чтобы та подготовка, которую они получат на моих занятиях, могла открыть перед ними максимум дверей, в том числе в профессиональный мир танца. Танец изменился. Современные тенденции сцены требуют от нас универсальных танцоров – артистов, которые сочетают в себе множество знаний и умений. Поэтому я постоянно совершенствую и дополняю базы наших юных танцоров. Я говорю своим ученикам, что каждый элемент танца, каждое наше новое умение – это как иероглиф. И чем больше иероглифов мы знаем, тем красивее и интереснее будет наш рассказ. Ведь танец – это не просто набор движений, это целый мир, огромная история, рассказанная языком нашего тела. Каким бы высоким результатом мы ни стремились, они не стоят здоровья детей. И я, как современный специалист-хореограф, обязана иметь базовые знания по анатомии, биомеханике движения. Сейчас танец включает в себя спортивные элементы и трюки. Чтобы достигать высоких физических успехов без вреда для здоровья детей, я постоянно обучаюсь и применяю здоровьесберегающие техники в обучении детей. Уважаемые коллеги, в будущем многое за человека будут делать машины. Но есть то, что машина никогда сделать не сможет. Она не сможет фантазировать и делиться своей живой энергетикой со зрителем. За мыслящими и открытыми детьми будущее. Поэтому в мою программу включен большой блок творческого развития. На занятиях мы учимся импровизировать. Я учу детей пользоваться имеющейся базой и возможностями своего тела. Это помогает детям доверять себе, не бояться раскрыться. На этом этапе для меня очень важно создать атмосферу творчества и поддержки на занятии. Убедить детей в том, что в творчестве не бывает ошибок. Что все то, что они создают, это аутентично и по-своему гениально. Да, каждый из них здесь маленький гений. Уже несколько лет я с педагогами студии организую конкурс самостоятельных работ Гранд Фантазия, где все учащиеся могут проявить свой творческий потенциал. Также я являюсь тьютером четырех тандемов городского проекта наставничества. Обычно педагог сам придумывает номера, но мы доказали, что может быть и по-другому. С нашими тандемами мы создали собственную хореографическую лабораторию внутри коллектива. И некоторые номера детей уже включены в репертуар студии. Ни для кого не секрет, что для современных детей виртуальный мир тесно связан с миром реальным. И я, как педагог детей будущего, учитываю это. Многие творческие проекты мы реализуем онлайн. Современным детям мало выступать на сцене, они не хотят делиться своим творчеством. Поэтому мы поощряем творчество в сети, устраиваем онлайн-конкурсы, активно ведем свой Инстаграм. Этот подход к творчеству дает возможность современному ребенку к самореализации. А мне помогает замотивировать учащихся. Уважаемые коллеги, мы – педагоги детей будущего. Давайте учиться у современных детей быть открытыми, лихо создавать творческие проекты, делиться знаниями и общаться. Не боясь ошибок, пробовать новое, выходить из зоны комфорта. Ведь только так мы совершенствуемся и растем. У меня занимается много увлеченных и заинтересованных детей. Поэтому я активно работаю в направлении профориентации. Двое моих учеников уже поступили в Академию русского балета и Академию танца Бориса Эйфмана. Трое учатся в колледже культуры и искусств, а одна ученица готовится поступать в следующем году. Мои ученики – победители конкурсов различного уровня и активные участники мероприятий дворца и города. Я горжусь, что я – педагог. Я обожаю свою профессию и каждого своего ученика. Когда я вижу, как, входя в класс, у моих учеников в глазах загорается искра, когда даже самый застенчивый ребенок раскрывается в танце, свободно импровизирует, в этом я и вижу главный результат своей работы.